ПОС, это проект организации строительства. Потом мы передаем весь проект и проект организации строительства на стройку, а строители делают график ППР, раздел ППР. И тогда между нами происходит во время строительства связь. То есть те, которые проектировщики, я же не договорила, делают договор с заказчиком, у которого есть строители свои, делают договор на авторский надзор. И вот тогда работает график ППР, о котором сейчас читал Алексей. То есть это целый раздел, где учтены все трудозатраты, во-первых, название всех работ, потом все трудозатраты. Вот опыт я не увидела, но это может быть где-то потом есть, это в основном производство, сколько машин привезут в материалах, транспортные расходы, объемы материалов, да. А это самое главное, вот для строителя это застройка, это самое главное. То есть мы, как проектировщики, можем только перечень работ сделать, правильно? И посчитать, сколько он должен привезти, увезти земли. Или привезти газового материала. Да, немножко, можно секундочку. Вот, и поэтому я говорю, для каждого там где-то. Есть участок 6 соток, есть 20 соток. У нас один нюанс есть в том, что у нас, я же тоже на большой компании работал, все это прекрасно понимая, когда там проект такой гигантский, мы там 3 года делаем. А у нас здесь, просто я к тому, чтобы вы понимали, масштаб немного другой. Масштаб 20 соток, он не предполагает там разработку проектной документации. Продолжение следует...